Что? Сейчас я позвоню, блин, в эвакуацию. У меня же все выбор одет. Эвакуатор нужен московский. А что мне делать? У меня все, мне выбор одет. Все, я утонул. Уже на эвакуатор дешево. Диси послушал блатничка, утопил буханку в болоте и потерял все. Осталось только включить груз батуа и попуститься в ней, а потом пойти мыть посуду. Очередной день суркадис и сухачева. Ты тюти-матюти. Я не слышу тебя. Служба эвакуации, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения за столь позднее беспокойство. Кто попал перед ряго, то есть на машине в болото въехал. Есть возможность как-то меня эвакуировать? Вопрос хороший. А где это произошло? Я сейчас вам скажу точные координаты, да, примерно, плюс-минус, чтобы у вас было общее понимание. Машина у меня буханка. Экспедиционная буханка, машина такая. Сейчас я вам скажу честно, я не помню, что за место. Сейчас я вам быстренько. У меня просто карта местности отключена здесь. Ну, я в машине сижу. Я примерно понимаю, где я. У меня машина в воду ушла полностью с кабины. Ну, она как бы... Там просто немножко болото. Вот. Все, уже даже крыши почти не видно. Там один ящик у меня с бензином остался. Так, как называется локация? Давайте... Косогорье. Примерно. Где-то в этом районе Замкат. Вы же по Москве работаете, Замкат. Правильно понимаю? Ну, да, да. У меня в двигателе... Да, да. У меня просто еще двигатель повредился полностью. Даже лебедку включить не могу. У меня все, уже машины нету. Она под водой. Сейчас она еще туда в болото подрязнет. Мне нужно вытаскивать аппарат. Я понял. Скажите, как мне лучше забить в Яндекс карту вообще вот это место? Вот это самое... В Яндекс... Напишите... Самое... Замкат... Замкат, да. В Яндекс.Навигации, да. Я сейчас вам просто координаты... Это... Измайловский лес. Какой лес? Измайловский лес? Да, да, да. Что? Косогор. Измайловский лес? Косогор напишите. Я шансон радио ехал, слушал. Там вот эти вот всякие пели. Я не... Ну, у меня тут мост переломанный. Тут на две части. Я по нему раз и все. И упал. С обрыва упал. Косогор. 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 Меня почему-то показывают. Кто показывает? Подольр. А, поддание это там у вас. Давайте так. А у вас есть возможность скинуть координаты на WhatsApp? Да, есть. Просто я сейчас в воде сижу. У меня... Ну, прям я весь в мокрый. Я прям это... Я же за рулем сижу. У меня машина утонула. Эй, салага. Чувствуешь себя прирожденным снайпером? Или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Prefire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Prefire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоём мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счётчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь своё. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ну полностью, я просто у меня всё уже. Я в машине, а машина под водой тут полностью. Я понял. Но мне нужно в любом случае понимать, куда ехать. Я просто вот так в Яндекс... А у вас какая машина? Вообще сколько тонн поднимают? У меня просто буханка. Ну у нас есть манипуляторы. Есть. Просто мне тоже нужно хотя бы понимать и с водителем пообщаться. Просто если он приедет, он может тоже там застрять. Пару... Не, не, он не застрянет. Если у него большая ходка, то есть большие колёса. У меня просто лысая резина, а здесь снег везде. Я ехал по лесам. Я двое суток ехал, где у меня не было. Темно было. Я вообще, когда есть возможность, чтобы... Ну манипулятор, к примеру, приехал. Да, если он встанет вот на камень, получается, рядышком, на камешек, он сможет мне мех руку вот эту подать и подцепить. Вот. Я просто сижу в машине сейчас, а машина под водой как бы, и у меня снег повсюду, и уже холодно. Я понял, мне нужны ваши координаты. Косогор, да. Косогор. А вы сможете на WhatsApp написать? Я вам напишу в WhatsApp, а вы мне просто вот точку из Яндекс карты вканете вот такую координацию. Сможете так сделать? Не, я понял. Ну, у меня просто этот... Ну, я на южной линии накажусь. У меня уже всё, то есть я сейчас замкадыш. По сути, если вы мне не поможете, наверное, я тут и останусь, потому что это моя машина, я в кредит её взял на пять лет. Я не знаю, как к вам обращаться по имени, но буду называть вас просто Серёжа. Да, Косогор. Есть ДНТ, ДНТ, Косогор. Да, ДНТ. Да, да, вот это оно и есть, потому что здесь у нас всё, у нас тут волки по лесу бродят, а уже сейчас темно, сами понимаете. я в машине под водой. Я понимаю. Снег пошёл. Не знаю, как, я спешил. То есть я, по сути, могу выйти с машины, но я утону, потому что у меня машина гидравлика. Ага, я вот понял. То есть вообще, да, нет возможности никакой даже прислать фотографию, да? Не, я могу сфотографировать, там вода одна, там вода грязная, там масло вытекло у меня всё. Масло, бензин всё уже в воде и я в воде. Мне тоже нужно понимать просто, куда я, в какую точку именно машину направляюсь. Понимаете, ДНТ, Косогор, он, ну, не маленький и нужно понимать, куда именно. Я понял, а вас хоть как зовут, чтобы я общее понимание представлял себе? Михаил. Михаил. А, Миша, мы с вами общаемся, такое впечатление сложилось, что у вас какое-то вот недопонимание, да, со мной? Я вас прекрасно понимаю. Ну, понятно, что я вас не пойму. Но мне нужно просто именно точка. Я понял. То есть у вас ошибка выжившего сейчас работала, да? То есть вы работаете по принципу ошибки выжившего, да? Когнитивный дизеланс. Я вас услышал. Хорошо, давайте действовать тогда следующим образом. Я вам сейчас открою навигацию, да, то есть скину координату через систему Viber. Да. Могу ли я предоставить Viber данные для вас? Да, можете, я вам могу. Хорошо, а вы в Одноклассниках есть? В Одноклассниках могу ли я вам отправить Одноклассники сайт? У меня нет, у меня нет Одноклассников. Да, где вас найти, ВКонтакте может? А вы можете просто, например, продиктовать? А вы можете просто продиктовать их сейчас, чтобы я их написал? Координаты вы имеете в виду цифровые или какие? Да, да. Координаты, цифровые координаты. Да, я их скажу. Хорошо, записывайте. Вы мне? Две двойки. Одна восьмерочка на конце. Да, 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 Сережа. Все правильно, абсолютно. Я вас слышу, а вы меня. Алло, как слышно? Я просто под водой. Да, я понял. У меня машина утонула, я уже сижу прямо в кабине, а здесь гидравлика. То есть, по сути, я вообще ничего не понял. У меня все, у меня машина в воде и масло вытекло. Я не знаю, что делать, Сережа. Давайте будем сейчас действовать с вами наперекосяк судьбы. То есть, вы сейчас соглашаетесь ехать ко мне, а я делаю вид, что я вас не услышал. Это называется ошибка выжившего. Есть такое понятие у нас у мужчин. Потому что я с женой развелся неоднократно и понимаю, насколько это ужасно быть женатым. Вы женатый человек или нормальный? Я нормально в пути. А, ну это прекрасная погода у нас за окном. Снег пошел неудивительно. Столько снега, а вокруг машина в воде тонет. Прекрасная ситуация, да, в летний период времени? Ну да. Ну ничего страшного, просто я в машине сижу. Хорошо, когда будем действовать уже. Я просто пытаюсь по координатам пробить и не могу никак идти. Просто дело в том, что это речка весная. Бумажная просека. Уже лоси повсюду окружает смертельная опасность. А я в воде тону. У меня нет машины, она в воде. И я в ней. Я сижу просто в кабине и общаюсь с вашей кабиной. Не знаю, ситуация меня не радует. Я человек не молодой, как бы. Но машину жалко, кредит пять лет платить надо. Записывайте по новинке, наверное. Давайте работать по новым параметрам. 57 . 226 Ага 754 Ага 282 282 Да 417 13 Ага 41 точка 108 749 Ага Тапал тебе бачок путик Тихо ты Извините Так работаем дальше координаты вписываем Вы Честно? Вы просто смеетесь? В смысле? Не, не, я в машине сижу. Поэтому звук такой. А кто это только что встречал у вас? А это сын у меня. Это сынишка, пенчик. Сынишка, он рядышком с папкой. 234 234 0388 Да Что там у вас бьется? Это слишком длинные координаты. Ну, укоротите что-нибудь и попробуйте проанализировать ситуацию полностью. Ну, уж найдите как-нибудь по своему Яндекс Маркету. Не понял? А меня река, меня река, меня река вниз уносит. Не перезвонишь, значит, слабы. Хорошо, я вам перезвоню сейчас. У меня машина утонула, а вам плевать, да, Сережа? Человек мучается в воде. Я Миша. Миша. Кто? Я Миша, говорю. А, Мишок? Мишочек, да? Михаил. Ну, это не важно, как вас там называют дома. Мы с вами общаемся здесь абсолютно в другом ракурсе. Что делаем с машиной-то? Она тонет. Уже все, уже колеса выли. Вам, значит, надо уходить за машину. А, я не хочу с меня выходить, у меня здесь гидравлическая. Глянь, пожалуйста. Вот ссылка на мой ВК. Чтоб наше ИВС найти было проще. Я сижу в аппарате, типа, мне вода не страшна, так как у меня буханка экспедиционная. Мне что, из воды вылезти или что? Я вас понимаю, но просто... Не, мне из воды вылезти, чтобы машина наполнилась водой? Чтоб она стала тяжелее? Я просто сейчас открою дверь и вода пойдет внутрь машины. И что, и все тогда? Мне нужны в любом случае ваши координаты. Они дают неверную позицию. Я не смогу помочь. То есть вы не хотите помогать, потому что понимаете, что я человек не молодой, что типа уже все приехал, да? Мужчины, давайте вернемся конкретно в ту ситуацию... Мне 54 года, сегодня день рождения у меня. Отдаляться куда-то, что я как-то не так говорю или что-то не так диктую. Я говорю, что я вас не вижу, потому что у меня нету точек координат, мне некуда отправлять машину. Я понимаю, у вас нет точек прикосновения со мной. Я не могу, что у вас нету точек координат и кау. Не-не, я вас прекрасно понимаю, я в Залу Кодис. Залу Кодис называется. Залу Кодис, это район такой, Залу Кодис. В машине гидравлический пресс тянет меня, помогите. Мужчина. Я прошу прощения, в этом лицо обитают снорки. Что мне делать? Я не знаю, что вам делать. Вам нужно прислать мне координаты. Какие координаты? Чего? Где вы находитесь? А-а-а. В смысле, сейчас или вообще в целом? В машине сижу. В машине сижу. Я понял, что вы сидите в машине. Не, я просто вас не пойму. Вы как будто говорите, как будто и молчите. То есть мы с вами как будто на разных станциях находимся. Мужчина. Мне что делать? Не, не, мне что делать? А кто поможет, если не вы, Сережа? Я вас услышал. То есть вам плевать на мои последствия в машине. Я вас услышал. Гидравлический пресс вам не нужен как... Ну я понял, хорошо. То есть подарки от меня вы не ждете, да, я так понимаю? Это очень весело, правда. Ну, вам весело, а я в машине в кредитной лежу. И что? Что делать-то? Может быть, как-то поможете в этом случае? Вы же здесь для чего? Чтобы спасать? Я не могу карту открыть, у меня заблокирована. Карта местности написана отключена. Вы же мне только что называли какие-то координаты. Это я вам назвал координаты там, где я прописан. Я вот нажимаю, карта местности отключена, и все. Я не могу даже, вот только кодекс есть у меня, настройки, и начать испытания заново. Мне же не надо начинать, это я час сюда ехал, больше двух часов даже. Начните испытания заново, может вернитесь в ту точку, с которой начинали. Так и что, мне два часа опять тратить на это? Если вы не можете приехать или что, я не понимаю. Просто заново начинать, это два часа времени. Мужчина, у меня очень много работает сейчас, честное слово. Я ж клиент потенциальный, правильно. Вы потенциальный клиент, который не может обозначить, где он находится. И в данную секунду я не могу вам никак помочь. Да в смысле, да как я могу узнать, если я не могу не с машины вылезти? Ничего сделать, у меня карта местности отключена, я не могу вам понять. Я говорю, тут леса везде, это камни, болота, мост сломанный. Вы же знаете, где вы ездите. Я в Залукодис. Мужчина, пожалуйста, давайте прекратим его. Мне нужно посетить первую и четвертую вышку осталось. Две вышки. И все, я утонул. Ладно, я вас понял, Светлана. Вы не хотите содействовать человеку, который нуждается у вас. Хорошо, ладно, я вас понял. Ладненько. Я тогда в машине посижу, да? До свидания. Зараза. Пиздец. Сука, ну и брод, блядь. И шо, теперь я не могу вот сюда выехать, что ли? В чем проблема, блядь? Сука. В техниках. Тай-ка.